Профессионализму земледельцев, помощь высокопроизводительная техника. Наша съемочная группа побывала на полях хозяйства Дубовицкая в Малоархангельском районе и оценила эффективность современных технологий. Виды на урожай в Дубовицком, опытном хозяйстве компании Щелково-Аграхим, уже весной были на высоте. Однако убедиться в результативности своих технологий и трудов всегда приятно. У нас цель стоит в хозяйстве стабильно получать не менее 70 сантиметров в гектаре. Сегодня мы это тоже, я думаю, что уверенно получим. Получить удастся с помощью новинки от Ростсельмаш. Уборку осуществляет Торум 785. До 50 гектар в сутки он способен убрать зерновую массу на урожайности 80-90 сантиметров в гектаре. Есть тонкости в настройке данной машины. Если механизатор с опытом, я думаю, что день-два обучение будет полностью завершено. Я хотел бы, чтобы этот комбайн убирал в 18 килограмм в секунду, пропускал через себя. Соответственно, за световой день, чтобы он постарался убрать, ну, по меньшей мере, 40-50 гектаров. Вот. И намолотить, ну, умножьте на 8, ну, 400 тонн. Сегодня уже 10 лет, как мы пользуемся комбайнами Ростсельмаша. Я должен сказать, что с тех пор, как мы приобрели первый комбайн, мы других комбайнов не приобретали. Комбайны Ростсельмаша, они действительно заслуженно ходят здесь и будут дальше ходить. Их у нас не только в этом хозяйстве, но их у нас не меньше, наверное, двух десятков комбайнов. Стоимость владения отечественной техникой такого качества, признают аграрии, доступная. Мы понимаем так, что приобретая комбайн там за 15 миллионов рублей, мы знаем чётко, что за время своей собственной амортизации в ближайшие там 7-8 лет, он, думаю, что на 3-4 год уже должен окупаться. Вот и первые результаты. Зерно чистое, потери минимальные. Всё это в копилку региона, который в этом году, уверены специалисты, покажет достойнейшие цифры по зерну. А сотрудники хозяйства при этом не чувствуют усталости, хотя работа идёт день и ночь, поскольку условия труда благодаря технике Ростсельмаш становятся комфортнее год от года. Ирина Костина, Сергей Дьяконов, Вести, Орёл.